В Ульяновске прошли соревнования по боксу на призы Героя России Олега Лобунца. Каждый из спортсменов был настроен на победу. Многие уже имеют опыт на всероссийских, а также международных соревнованиях. Владислав в боксе уже 12 лет. Заниматься начинал еще школьником. В секцию бокса его привел старший брат. В первом же бою Владислав показал свое мастерство, досрочно закончил бой, отправив соперника в нокаут. Провел их как тренировочный спарринг, чтобы отработать свои какие-то модели, заготовки для дальнейших серьезных соревнований. Доволен, боем доволен, отработал то, что получилось, над чем тренировался. Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Юниоры с 17 до 18 лет и юноши с 19 до 22 лет. Турнир прошел по олимпийской системе. Победивший проходил дальше, проигравший выбывал из соревнований. Победителям присвоили звание кандидатов в мастера спорта. Этот турнир мы проводим уже шестой раз. Это межрегиональный турнир. Приглашены боксеры с Поволжья, ну и со всей Российской Федерации. На этот турнир приехало в этом году шесть команд. Это Самара, Саранск, Чувашия, Мордовия, Пенза. И представители 25 клубов Ульяновска и Димитровграда. Общее количество участников свыше 100 человек. На соревнованиях также оформили выставку выдающихся спортсменов, представляющих Ульяновскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Это и борцы, и боксеры, и грибцы. Ну, это наша гордость и красавица Варя Баранова. Она отличилась тем, что она несколько раз стояла на педестале почета международных, мировых соревнований. А участвовала в Олимпийских игр в Японии. Она грибчих, она бессменный член сборной команды России. Этот вот удивительный парень, узбек, смотрите, какая колоритная внешность. Он выступает за Ульяновской области в составе боксерской. Данная выставка направлена на популяризацию спорта. Ее планируется показать во всех районах Ульяновской области. Она будет проводиться на всех соревнованиях в регионе. Ребята с интересом подходят и рассматривают достижения спортсменов. Я даже сам не ожидал такого эффекта. Мы думали, ну, фотографии, фотографии, а люди подходят, спрашивают, а что это, а кто это, а что выигрывал, а он мастер, не мастер. Ух ты, то есть такое легкое изумление присутствует у всех, кто смотрит на эту выставку. С 2023 года турнир включен в единый всероссийский календарный план. И победители будут получать уже звание мастеров спорта России. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПравда ТВ.